здравствуйте дорогие мои приветствую вас на канале заметки нумизмата сегодня у меня в гостях дмитрий юрьевич здравствуйте дмитрий юрьевич является автором справочника о золотых монетах правления николая второго и сегодня мы начинаем цикл бесед о золотых монетах российской империи здравствуйте мы начинаем беседы о золотых монетах времени николая второго и позвольте мне сказать несколько вводных слов очень важных для того чтобы понять это время и понять почему именно золотые монеты времени николая второго должны представлять огромный интерес для коллекционеров проведенная сергеем витте великолепная денежная реформа позволила буквально насытить денежное обращение российской империи золотыми монетами никогда ранее в обращении не имелось столько золотых монет к тому же разных номиналов и разных типов тиражи измерялись миллионами и десятками миллионов штук естественно что при таких тиражах появлялось огромное количество вариантов и разновидов сочетаний все это открывает возможности для коллекционирования и сбора коллекции по самым разным признакам которые каждый коллекционер выбирает для себя сам ну начнем с того что во-первых в открытом денежном обращении находились постоянно четыре основных номинала золотых монет 15 рублей 10 рублей 7 с половиной рублей и 5 рублей чего не было ранее в истории российской империи две монеты 15 рублей и семь с половиной рублей выпускались только с датировкой 1897 года но важно сказать сразу что конечно выпусках осуществлялся не только в 1897 году а и в другие годы хотя конечно и незначительными тиражами а вот монеты 10 рублей и 5 рублей стали постоянными спутниками россиян и используясь ими в повседневной жизни они могли быть использованы как жалование зарплата и мы могли оплатить товары и даже через некоторое время изменилось отношение к золотым монетам выгоднее стало носить собой банковские билеты банкноты это было проще доставать бумажки чем насыпать в карман тяжелые золотые монеты вспомните хотя бы батюшку из фильма и книги 12 стульев который обращается своему оппоненту ничего что золотыми расплата золотыми монетами было может быть даже нежелательный все это один из эффектов великолепной реформы сергея витте монеты начали выпускаться массово с 1697 года но обращаю ваше внимание на то что не сразу в числе номиналов появились 10 рублей лишь 1898 году через год после начала массового выпуска страна увидела новые 10 рублевые монеты или империалы это очень небольшим тиражом напротив в девяносто девятом году выпущены много миллионные тиражи разных вариантов 10 рублевых монет почему так мы сейчас не можем сказать точно одна из версий что кружок размером и весом соответствующим новые 10 рублевой монете был нетипичным для имеющегося ранее денежного обращения и технологически не сразу получилось изготовлять монеты достаточно красивыми и износа устойчивыми на это собственно ушло несколько лет экспериментов а вот уже в девяносто девятом году когда эксперименты были закончены появилась масса монет опять же для выпуска многомиллионных тиражей требовалось большое количество инструментов и сочетание инструментов поэтому начиная с 1899 года те же 10 рублевые монеты выпускались с различными вариантами портретов которых выделяют разные авторы 7 8 может быть больше также как и 5 рублевые монеты выделяются и разные типы орла они менялись по времени от года года до менялись и в течение одного года например в том же девяносто девятом году встречается портреты по автору каюбову 1 4 5 6 до известен и второй и третий о которых мы будем говорить позже как о возможном нонсенсе и особенностях их происхождение таким образом коллекционер может собирать монеты по году по знаку ментсмейстера установлено на гурте монеты по варианту орла портрета их сочетание между собой это дает невероятное разнообразие при подготовке каталога скажем я попытался сам для себя проанализировать и сделать возможную и такая древо разнообразие монет лишь по одному самому массовому 1899 году и представьте себе у меня получилось только лишь 10 рублевых монет 128 вариантов невероятное разнообразие конечно для большинства коллекционеров и пользователей это и не нужно и не важно поэтому становимся наиболее важных наиболее типичных наиболее характерных а уж какие признаки использовать человеку для коллекционерами он решится а какие могут быть эти признаки кроме портрета варианта орла варианты гуртовой надписи о чем я уже говорил раньше как признак можно взять скажем ширину канта монеты то есть использовать другого инструмента по сути для ее чеканки можно использовать размер самого портрета так как даже при использовании одного типа все-таки размер несколько отличается и многие коллекционеры для себя это выделяют можно учитывать различные браки возникающие при изготовлении монеты особенно при нанесении гуртовой надписи ну а бывают и совсем удивительные невероятные сочетания трех сторон монеты о которых следует говорить отдельно и мы именно они будем говорить в наших беседах как и о возможном их происхождении и так монета 15 рублей выпускалась только с датировкой 1697 года и выделяется разными авторами от 3 до 8 основных типов 15 рублевых монет монета семь с половиной выпускалась также только с датировкой 1897 год и известно тоже по разным мнениям разного автора от двух до пяти разных вариантов этой монеты но разнообразие 10 5 рублевых монет мы уже говорили оно конечно невероятно и огромно изменялось и качество чеканки этих монет скажем если мы берем монеты изготовленные в 99 1900 98 году иногда они кажутся изготовленными даже несколько небрежно что конечно понятно даже при использовании десятков и сотен комплектов инструментов все равно инструмент постоянно изнашивался требовалась его починка подчистка подгравировка и это тоже дает дополнительные возможности коллекционирования вообще если учитывать что каждый раз по сути говоря инструмент уникально ударяет по заготовленную монетному кружку то двух одинаковых монет не существует в природе и уж тогда можно собирать вообще все монеты которые попали к вам руки так как они будут хоть чем-то но отличаться есть даже такое мнение что разнообразные варианты портретов есть не что иное как просто следствие постепенно деградации ремонта износа подгравировки имеющихся инструментов но все это можно учитывать при коллекционировании а вот уже интересных сочетаниях сторон мы поговорим с вами в следующей нашей беседе спасибо а а и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok